Доброго времени уток, друзья. Мой путь разработчика игр начался с того, что я полюбил сами игры ещё будучи ребёнком, каждая из них оставляла свой собственный отпечаток и до сих пор я помню определённые моменты из каждой игры, которую видел в детстве. Да, именно видел. Потому что я был ещё слишком мал, чтобы играть самому. Это сейчас дети с самых малых лет имеют возможность играть на родительских планшетах или смартфонах. И выбор игр для детей невероятно огромен. Я же мог лишь смотреть как играет отец и в ближайшем будущем старший брат. Некоторые игрушки оказались жуткими, хоть таковыми вроде и не являлись, но через призму детского восприятия многие взрослые игры казались реально страшными. Ну правда, посмотрите на Спейс Квест, даже третью часть, которая вышла в 89-м, там было много страшных моментов. Да даже самое начало игры первой части имело настолько жёсткую атмосферу, что мне было максимально не по себе, просто наблюдая за этим. А что насчёт первых XCOM, они и сейчас считаются довольно жуткими, а это одна из первых игр, к которым я смог поиграть сам, но значительно позже того, как впервые увидел её в летсплее от Бати. Кстати, я запустил новый канал с летсплеями, где мы просто играем и болтаем на разные темы, видео там выходит каждый день, поэтому пока вы ждёте очередной ролик на этот канал, можете скрасить ожидания парочкой в летсплеев классных инди-игр и не только. Чтоб вы понимали, это был примерно 98-99 год, то есть мне было от силы года 4 и хоть я не понимал многое происходящее на экране, мне всё равно было интересно. В то время я играл в пиксельного Аладдина и нет, на тот момент у меня не было приставки. Даже обычная пиратская денди, которая во всём мире была известна как Нинтендо и честно скомунижена пиратами. Да, позже у меня появилась и Дэнди и Сега и совсем уж позже даже первая Плейстейшн. Не все поймут какое это было сокровище в то время, но на приставках у меня отдельный топ игрушек и я бы с радостью о них рассказал в следующем видео. В этом же ролике я собрал игры только с ПК, некоторые из них были также и на приставках, эмуляторов тогда ещё вроде бы не было, но возможно я просто о них не знал. В эти годы были крайне популярны платформеры, понятны так ли квесты и стратегии, как в реальном времени, так и пошаговые. Шутеры и РПГ тоже имели место, но это были скорее бриллианты, которые отличались вообще от всего, что было доступно в тот момент. Итак, Space Quest 5 от Сеиры. Несмотря на то, что я помню все части, пятая всё-таки отложилась в моей голове гораздо сильнее. Третью, кстати, мы не смогли пройти из-за какой-то головоломки, основанной на разных цветах, а у нас всё ещё был чёрно-белый монитор. Да и в целом, первые две части Space Quest'а оказались очень мрачными и жуткими. За тобой постоянно кто-то охотился, постоянно нужно было от кого-то убегать и прятаться, и тебе было страшно так, как не страшно в большинстве нынешних анти-хорроров с реалистичной графикой, экшеном и реальными погонями. Чем же хороша серия Space Quest? Игры цеплялись своим юмором и какой-то лёгкой придурковатостью. В игре достаточно много забавных и классно отрисованных кат-сцен и анимаций смерти, которые надо было обязательно попробовать и найти, чтобы получить очки. А потом вам показывали забавную шутку, связанную с вашей ошибкой и показывали ещё одну почти уникальную анимацию. Интересно, Atomic Heart отсюда взяли эту фишку? А ещё в игре целая куча годной музыки и озвучка под все эти ситуации. Помимо Point and Click механики здесь полным-полно разнообразных мини-игр. Только представьте степень проработки, в каждой из частей был сюжет и довольно интересный, правда это я уже узнал спустя десятки лет, когда посмотрел прохождение на ютубе и в общем я вам очень советую ознакомиться с этой серией игр. Goblins! Ещё одна годная серия квестов, с которой я настоятельно рекомендую познакомиться, лично хотя бы в виде прохождения на ютубе. Моё первое знакомство серии началось со второй части, я помню её очень смутно, но всё ещё помню. Графика была простая и забавная, это игра-карикатура с подобающим ей юмором в виде некой сказки, в третьей же части были более проработаны анимации катсцен и прикольные персонажи, да и в целом графика игры вышла на новый уровень, однако для меня она была по большей части непонятной и слегка криповой, нежели смешной. Легенды Кирандии, ооо, это мой самый любимый квест из этой тройки, игра шедевральная и я проходил её несколько раз будучи в совершенно разном возрасте. Кстати эта трилогия, про третью часть я вообще узнал случайно на ютубе спустя много лет, а вот первую и вторую я очень сильно люблю. Сказочная атмосфера второй части до сих пор греет мне душу, она красивая, она интересная, она в меру сложная, но при этом понятная, я смог пройти её даже будучи совсем ребёнком, хоть и на финальной головоломке были потрачены целые дни, даже сейчас она выглядит очень достойно и дала бы фору многим пиксельным индюшкам. В игре можно было комбинировать предметы в адвентаре и создавать зелья, да это самый первый в мире крафт, здесь даже есть своя книга рецептов, в общем не игра, а сказка, во всех смыслах. Последний квест в этой подборке особо ничем не примечательен, разве что это одна из немногих игр для детей. Да, в 90х уже начали делать игры и для детей, их можно было пересчитать по пальцам и та это одна из тех самых реально детских игр, которая была вообще-то довольно интересной, яркой, мультяшной, с русской озвучкой на секундочку. Это была игра в лучших традициях Диснея, хоть и разрабатывали ее выходцы из LucasArts, это которые Звездные войны придумали. Там тебе и мультики, и смешные шуточки, и песни, на каждой локации можно было просто щелкать по экрану и смотреть забавные анимации со смешными звуками. И как вы уже наверное догадались, это тоже целая серия игр, но может я играл в несколько из них, помню только третью часть и я только сейчас понял, что там довольно пиксельные персонажи. А тогда в детстве я даже не замечал этого, в моей голове там были все 4К разрешения. Кстати, раз уж мы заговорили и о Диснея, то сразу упомяну почти первый 3D платформер в моей жизни по любимому тогда мультику Тарза. Серьезно, это был охерительный мульт, я не так давно пересматривал его и помимо дикой ностальгии нашел для себя много новых моментов, которые не замечал в детстве. Ну а игра... просто была неплохой, хоть и местами вообще непонятной. Первый раз я в нее сыграл в популярных тогда еще компьютерных клубах 5 рублей за пол часа игры, 20 из которых я пытался понять как пройти первый уровень. Спасибо Диснея за прекрасное детство. А вот более древний диснеевский платформер все еще с пиксельной, но такой охренительной графикой на то время был Аладдин. Серьезно ребят, ну это просто бомбовская игрушка по крайне популярному тогда одноименному мультику, который мы все с вами смотрели либо по утрам перед садиком, либо по выходным в обед. Там конечно много было хороших мультиков, и Скуби-Ту, и Фантастическая четверка, и Черепашка ниндзя, и Пинки Брейн, Гонщик Спиди и множество разных диснеевских мультов, но игры были далеко не по всем из них. И до сих пор я помню как придя из садика пытался пройти игру по Аладдину, честно я не помню как далеко я проходил, но до сих пор помню ту ламповую атмосферу игры, с какой любовью прорисованы персонажи и их юморные анимации. Не знаю насколько эта игра была детской, но она оставила яркое, теплое пятно в моем детстве. Кстати, чем-то похожий Принц Персии, который тогда еще был платформером и тоже был на ПК, как-то не вызвало у меня абсолютно никакого интереса. Впрочем-то эта игра была рассчитана на гораздо более взрослую аудиторию, так что не удивительно. Она была темной, пустой, чуть страшной и слишком сложной для ребенка. А вот вышивший многим позже Принц Персии в 3D от пески времени, это совсем другая история и о ней мы поговорим как-нибудь отдельно. А вот еще одна топовая серия платформеров, которая плотно отложилась в моей памяти и которую я хоть и не мог нормально пройти до конца, но мог наслаждаться самой атмосферой игры, ее рисовкой, идеей и просто самой игрой, это конечно же Lost Vikings. В игре мы брали управление тремя викингами, каждый из которых имел свои особенности. Первый мог щитом закрывать всю бригаду от монстров и выстрелов, а также мог каким-то чудесным образом парить на щите, как на парашюте. Второй викинг носился как в жопу ужалено и прыгал как олимпийц, впрочем он единственный кто мог прыгать, а третий просто ходячая агрессия, единственный кто мог навесить люлей хоть кому-нибудь в игре. Всегда нужно было думать о своих товарищах, заботиться об их безопасности, делиться необходимыми предметами и поддерживать друг друга, это была настоящая командная работа. Во второй части игры способности героев немного изменились, добавились новые, рисовка стала круче, а персонажи превратились в настоящих матюрых мужиков с крутыми гаджетами. В игре было огромное количество секретов и ее интересно было исследовать, но под конец игры уровни стали не столько сложными, сколько просто тушными, тем не менее я очень советую вам поиграть в первые две части. В хорошем разрешении эти игры есть вблизи от аркад коллекшн и можно поиграть сейчас хоть на пк, хоть на приставке. И еще один пример слаженной командной работы это игра командос, вышедшая под конец 90-х. От платформеров мы плавно перешли к стратегии, а вы знаете, в свое время это была моя самая любимая игра. Здесь нельзя было идти напролом, здесь была самая настоящая тактика. Под вашим командованием находилась группа бойцов, каждый из которых имел свою специализацию, совсем как в Лост Викингс. Водитель мог управлять почти любым транспортным средством и шмалял очередь из автомата, что позволяло положить пачку врагов сразу. В общем-то, взяв под управление танк, он мог положить вообще почти всех врагов на уровне, или просто взять грузовик и просто перекрыть вход и выход патрулям или прибывшему подкреплению. А мог просто закрыть область видимости, чтобы остальный отряд мог пройти. Ну или просто задавить их всех, пока они не взорвут твой грузовичок-братовичок. Морпех мог плавать под водой и спускать на нее надувную лодку, мог ее управлять, а враги могли продырявить выстрелом и отправить на дно всех, кто в ней был. Также мог убить врага ножом или из гарпуна, что считалось тихим убийством. Шпион так и вообще местный аналог Хитмана, который умел приодеваться у врага, если убивал его смертельные инъекции, либо находил форму где-нибудь на уровне. Испачканную кровью форму одевать уже было нельзя. В поздних версиях в этом мог помочь зеленый берет. Он был способен просто вырубить противника без крови, а потом его нужно было связать, чтобы он голый и не побежал на базу поднимать тревогу. По форме офицера вы могли отдавать приказы вражеским солдатам, правда другие офицеры и другие солдаты выше вас звания могли раскусить и напасть. Снайпер же мог выкашивать врагов с огромных расстояний, но имел всего лишь несколько патронов. Сапер мог резать колючую проволоку, ставить капканы и… взрывать. Будь это бросок граната или установленная взрывчатка, не важно. А зеленый берет… просто убивал. Всех. Он мог убивать ножом, мог стрелять из пистолета, оставлять в маячок приманку, на которую прибегали враги. Он мог закапываться в землю или снег или в песок, чтобы спрятаться. Или использовать тот же самый инструмент, чтобы забираться на стены. Он единственный мог поднимать что-то тяжелое вроде взрывоопасных бочек. А в третьей части игры он мог использовать станковое оружие и снимать его, превращаясь в ходячую смерть. Позже добавили Наташу и вора и дали возможность управлять вражескими солдатами и даже собакой. Добавили несколько новых возможностей вроде броска камней или подбросом пачки сигарет. А в третьей части вы могли отдельно найти кусок мяса, траву или снотворное и, соединив это все вместе в своем инвентаре, подбросить немецкому дуберману, который учуял вас буквально за версту. Враги реагировали на звуки выстрела и могли увидеть вас с определенного расстояния. Или услышать. И либо убить вас на месте, либо поднять тревогу и вызвать подкрепление. Поэтому стрельба была скорее последним шансом, чем основным инструментом. Все нужно было делать тихо и скрытно. Ах да, вы так же оставляли следы на снегу, по которым враги могли вас отыскать. Они могли поднять тревогу, даже просто увидев труп. Поэтому тела надо было поднимать на плечо и со скоростью улитки тащить в укромный уголок. Да и самому иногда нужно было прятаться в каком-нибудь здании, чтобы не положить весь отряд. Френдли фаер тоже никто не отменял, и вы могли случайно застрелить или взорвать товарища, ну или задавить его. В общем, игра была в меру хардкорна и довольно таки реалистично. Я прошел все части, но пожалуй самая любимая игрой в серии стала именно третья, и с ней я буквально прям рекомендую провести пару-тройку вечеров. Также еще выходил шутер от первого лица, но он был настолько пресным и ничем не выдающимся, что я даже не сразу вспомнил, что он вообще был и что как-то связан с этой серией игр. Но давайте ненадолго вернемся к платформерам. Мало кто не слышал про легендарную игру Worms. Это был прорыв. В эту игру играли на одном компе целой толпой. У нее было множество частей, каждая из которых становилась круче предыдущей. Ну, до того как они появились в 3D. Это и своеобразный платформер, и сельскроллер-шутер, и тактика, и пошаговая стратегия в одном флаконе. И все это настолько гармонично дополняло друг друга, что мы получали безграничное залипательное веселье. Эта игра десятилетиями оставалась единственной в своем жанре. Вы играли за команду червячков с огромным арсеналом вооружения и различных приспособлений, вроде кошки, реактивного ранца или горелки, которые можно было проделать дыру в ландшафте. А, да, ее можно было проделать вообще любым оружием, а масштаб разрушений зависел от его мощности. Оружие начиналось от примитивных базук, гранат и шотганов, до ставших культовыми банановыми бомбами, летающими овцами с динамитом и… Играть вчетвером за одним ПК конечно весело, но по мультиплееру с реальными людьми так вообще отпад. Позже стали проводиться настоящие турниры по этой игре. Позже вышедшая в Worms 3D породила кучу клонов, например Война, свинское дело и знаете, как по мне весь шарм червячков был именно в 2D. Однозначно одна из любимейших игр детства. Сейчас Worms 2 Armageddon портировали на андроид, есть клон в виде игр Worms и думаю не единственной, в общем это игра на века. А вот мы и плавненько добрались до стратегий, а это был золотой век для РТС и пошаговых игрушек. Стоит ли говорить про третьих героев, думаю что про них и так знают все, но многие, и я в том числе, упустили не менее интересную серию игр Decibe. Для меня тогда они выглядели как неплохой такой клон героев, но копнув глубже и перестав смотреть на нее через призму третьих героев, можно было заметить весьма самодостаточную, полноценную игру, в духе третьих героев. Ну а это я забежал вперед, до выхода героев меча и магии у меня было два фаворита, в которые я и сейчас не отказался бы сыграть. Один из них конечно же Варкрафт, и нет, совсем не третий. При всей моей любви ко вселенной созданной Близзардом, я не нашел для себя ничего культового в третьем варике, ну уж простите, да классный, да достойный, но не цепануло. А вот второй, что-то в нем было, сама атмосфера игры как-то притягивала и не отпускала, красивая пиксельная графика, за которой я правда не мог различить и половину нарисованного, но воображение дорисовывало все само, а многообразие юнитов не давало скучать примерно до середины игры, впрочем геймплей не отличался практически ничем. Вы наверное подумали, что сейчас следом пойдет Старкрафт, а нет, видел, но не зацепил. Кстати, именно второй Варкрафт положил начало многим интересным проектам. Мало кто знает, но знаменитая серия стратегий Казаки, родилась из-за обиды Близзов на Джейски, которые впоследствии создадут еще и сталкера. Ребята из Джейски создали так называемый Варкрафт 2000, который в отличии от оригинала имел более высокое разрешение и позволял иметь до 16 тысяч юнитов на карте. Технически она просто поимела оригинал, но Близзы не оценили и наработки перекочевали в ставших культовыми Казаков. Их вышло много частей, они были с прекрасной графикой, вроде как имели сюжет и редактор уровней, с которого наверное и начал самый путь в геймдев в раннем детстве. Своей массовостью и разнообразностью Казаки перебывали даже Age of Empires или не менее любимый мною Stronghold. Но что можно сказать про него? Честно говоря даже не знаю. Просто хорошая атмосферная стратегия, в которой можно строить свои крепости и захватывать чужие, следить за голодом и общественным настроением, но в то время это было так свежо и так интересно. А вот отдельное место в моем сердце занимает прекраснейшая стратегия Дюна 2000. Все новые игры по Дюне не передают и частичку атмосферы книги, да и выглядят как какая-то дешевая подделка. Старая же Дюна шла в реализм и вы только посмотрите, какая она красивая. Даже сейчас она выглядит очень лампово и атмосферно. В силу возраста я не мог пройти игру до конца, так как некоторые миссии были довольно таки сложными, а три разные кампании так и манили поиграть за них. Кстати, если эта игра выглядит вам знакомой и похожей на какую-то другую, да более похожей на Command & Conquer Red Alert, то неудивительно, они разработаны на одном и том же движке OpenRA. И что касается редалерта, блин ребят, я даже объяснять не буду. Это такая же любовь как и с Дюной, и тут надо просто взять и поиграть. И я не передам и частички того, насколько эта игра прекрасна. Да и знаете, ролик уже идет довольно долго, а еще столько игр о которых хочется рассказать. Пожалуй оставим это на вторую серию, а чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите в колокольчик. Почему даже в двадцать третьем году стоит ознакомиться с этими проектами и зачем они человеку, связанному с разработкой игр? Новая, хорошо забытая старая. Я уверен, что многие из вас либо найдут интересные референсы для своих проектов и сделают что-то очень крутое, либо просто насладятся какими-либо проектами из этого списка, а может просто поностальгируют и поогреют себе душу.